сегодня у нас 7 июля 2016 года лагерь стан сегодня спрашивают праздничный день и не праздник никакого праздника сегодня нет можете головные уборы надеть памятная дата рождение самого великого пророка из рожденных женами как написано яна крестителя народе называют ивана купала там по-белорусски или как бегать обливает и этого нельзя делать это еще не дает изыщество в изыщество превратили пишут варнавуле мотоцикли сидит ребятички выскочили как пакет пакет наливают бросил пакет трамвай остановился они в трамвай в окно водителя бросили мотоциклиста а он он не ожидал ничего сразу вернула машина сразу задавила все а это за который бросил он опять живет что-то у меня в жизни все не ладится почему так да потому на твоей шее висит мертвец и когда в судах судят начинает знаете адвокаты скостить надо учитывается все женаты не женаты дети не учиться что только убитые а его мнение то самое главное он-то прощает не прощает он хочет это или не хочет что вы делаете мы всегда должны смотреть то чего люди не видят за и сегодня памятная дата рождения иоанна крестителя это дата выбрана произвольно мы ее относим ко времени иоанна златоуста уже четвертый пятый лет на пол не садись вот как а как очень просто захария отец иоанна крестителя был храме какое время он был в храме я знаю как расчет проводился неизвестно чего захария был первосвященник неизвестно был ли он первосвященник понятия нету но условно приняли первосвященник а раз первосвященник один раз входит во святое святых а это примерно у еврея было известно видите когда ты одна на другую ничем не доказуемая и далее он отслужил а в какое время кончилось его служение тоже непонятно приходит домой просто прикрывать надо приходит домой лесовета его ждет обнимает именно в эту ночь он защелся откуда это известно прожил с ней 50 лет она не зачинала и вдруг в эту ночь защела почему она не защела через день через два условно все но эта условность привязалась тому чтобы от ее считать 6 месяцев 6 месяцев и родиться христос торжества то не было торжество и англотоус объясняет как и мы должны согласиться дату эту никто не знает вот эта дата условная но для нас она уже принятой мы ее не опровергаем но на этом столько народных верований я ивана купала иван креститель что родился я не знал мы здесь родились но говорили воровать это хорошо и у нас когда что-то получалось был ну как своровал тоже это сравнение как украл как украл вот что-то я хотел у меня не получалось и вдруг у меня получилась или нашел и говорили как украл то есть это самое хорошее украл плохо а вот теперь я к себе приобрел. Вот это хорошо. Вот это было. И на Ивана Купала надо было пойти в лес хвойный, где растет папоротник. Это я маленький еще знал. И ждать, когда расцветет он раз в году, в этот день папоротник светет. И цветок надо было сорвать. А в это время сзади страшилище было, как у Николая Васильевича Гоголя описано. И теперь надо с собой нож было брать, ладонь разрезать и цветок под кожу затолкать. И опять прилепить. И она прирастет. И теперь ты будешь невидимкой. Человек-невидимка, Побеляеву. Это я все слышал в детстве. Конечно, мы этого сделать не могли, хвойного леса. Они-то думали, вот невидимка это был бы. Зашел в магазин, конфеты взял. Никто не видит. Ел бы конфеты досыто. Ну, наелись сахару досыто. А души сатане бы продал. Этого ничего не было. Никто не говорил. Никто не учил. Но это вливалось из того, что есть. Все это выдумка. Справедливо только то, что был такой человек Иоанн Креститель. И он был казнен еродом. 11 сентября будет отмечать церковь усекновения главы Иоанна пророка Пречище. Это я вам на сегодняшний день объясняю. Тапочками к платьям не прикасайтесь, чтобы не запачкать. Так, нашли вчера, нет? Скобки нашли, нет? Да. Нашли? Да. Это великое чудо Божие. Поблагодарите за это, Бога. Дальше. На нас наваливаются вот люди, которые были. Я вас сейчас буду спрашивать, просто узнать ваше мнение. При хорошей погоде мы купались. А они нам запрещают. Будем купаться или нет? Да. Кто за то, чтобы не купаться? Чтобы не купаться, да? Один ты. Купаться не надо. И будут все на тебя похожи. Ну-ка, выйди сюда. Вот он говорит, не надо купаться. Объясни, почему? Потому что можно заболеть. Можно заболеть. Понимаете? А вот не заболел никто за 44 года. А больной только ты. Один. И тебе вот это не грозит, что ты заболеешь. Ты барокамерный. В барокамере, говорится, выживал там сколько месяцев. И вот он уже под мерку барокамеры меряет всех. А можно заболеть. А ты знаешь, что в воздухе микробы летают? Да. Знаешь. Ну не криви рот-то. Ну зачем это делаешь? Завел его до ушей. Были такие лыковы. Обнаружены на абазе где-то там. И они от народа, от советской власти спрятались там. Много они претерпели. Но геологи наткнулись на них. И они всему удивлялись. И удивлялись особенно целлофану. Карп Осипович брал его мяло и говорит, смотри, что придумали. Стекло, а не омнется. Стекло омнется. И далее палатка. Палатку. То они жили там, сами коноплю сеяли. Крутили нитки. Ну делали. А штаны называются портки. Беспортошные. Это значит бесштамный такой бедный человек. И он палатку у них мял, говорит, долго смотрел. Говорил, да. Из-за этого портки шить с носу не будет. То есть он мерил все на свое. Ему не нравилось, что его фотографировали. Только где-то спрячется там Василий Михайлович Песков. Такой корреспондент комсомольской оправды. Он первый начал публиковать. И чакнет. И он услышит о си чакане. Он где-то слышал. Нельзя этого делать. Вот это, видимо, понимали. Чужая энергетика там прилепится. Люди-то хорошие. Ну, с чего же вы машинками так обвешались? Он им говорил. И вот у них были что? Наталья. Мать уже умерла до этого. Агафья. Савин. Димитрий. Живут. Никто не болеет. Вот такие вот. Рафинированные. И вдруг. Встреча с геологами. Прилепилась самая простая микробина. Умирает Наталья. Понос. Димитрий. Савин. Остается одна Агафья. Соприкосновение с этим миром у нас каждый день. Давайте создадим эту микрофлору внутри. Каждый день аспирин глотать, там, карболку. Там, что угодно. Марганцов купить. Обеззараживать. Что у тебя внутри будет? От какой-то болезни ты избавишься. Но ты уязвимый будешь со всех сторон. Вы видели этот Берлазер? Гриллз. А? Гриллз. Выжить любой ценой. Что он ест? Где он бывает? Он говорит, вот здесь такие-то микробы. Вот здесь такие-то. Вот это опасно. Вот это опасно. А сам ест. Выжить. Мы в этом мире наполнены разными микробами. Болезнетворными. И никто не болеет. Почему? Надо работать над собой. Был такой, мы называемый, русский античист Иванок. Порфирий Корнеевич. Обливаться водой, который научил. Человек закаляется и не болеет. Он говорит, главное болезнь не впущать в себя. Не впущать. Ты ее запускаешь все время. Со скобкой кто ходит? Никто. Ты один такой. И он по себе мерит. И не дай бог он будет начальником большим. Он этот Роснадзор увеличит в 10 раз больше. Он в туалете найдет. Там микробы ходить нельзя. В туалет только в себе держать. Заходить нельзя. Оправлять это в баночку и через крышу заливать. Я не знаю, что можно придумать. Кто поддерживает его в этом? Что купаться не надо? Ты один. Значит, тебе надо купаться. Плавать учиться. Согласись с этим, Степа. Иначе ты будешь болеть и болеть. Так, девочки. Купаемся или нет? Купаемся. Будете купаться, да? Так вот, смотрите. Они добиваются, чтобы лагерь наш не существовал. И бьются смертно уже ни день, ни два, а 44 года. Вы приехали в этот лагерь. Кому не понравилось и больше он никогда не приедет. Поднимите руку. Что я не желаю больше разговаривать. В лагере мне там плохо, я здесь не буду. Никого. Второй вопрос. Они добиваются, чтобы лагерь был закрыт. Сейчас мы приезжаем. Приходим из храма, затракаем. Я объявляю, лагерь закрыт. Приедут хорошие, красивые машины. Там, я не знаю, как называться будет, полицейские, Роснадзор. Красивые машины. И вас всех по домам развезут. Хотите этого? Нет. Видите что? То, что они намечают, вопреки, а вас не знаете, молитесь. Им никогда ничего не сделать. У нас уезжает, кто заранее говорил, Загуляева. Кирилл уезжает, остальные остаются. Может еще ждем группу, приедет, не знаю, из Катеринбурга. Вы пойдете в храм, многого не понимаете, но об этом молитесь. Молитесь, чтобы Бог нас защитил и сохранил. Они не враги нам, они враги самим себе. Это на их семьях отразится. Они нам еще не сделали. Это какая комиссия-то? Это слабенькая. При коммунистах она сильнее была. 15 комиссий было, представьте. Еще они там 2 месяца было. Мы не успевали ворота открывать. Дети стояли с плакатами и кричали. Не заходите! Не заходите! Попробуем. Не заходите! Не заходите! Еще тут противного нету. Были надписи. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душою. Враги православия, руки прочь от лагеря Стана. Там отец ваш стоит на фотографии. И стояли дети на крышах. Крыши вот такие вот были. Вот на этом вот. Деревок этих еще не было. А там собрались органы где-то. Меня не было среди этих. И они ничего не могли сделать. Ничего. Враги, которые лично наши, они нас бьют. Вот мы дом построили, они сожгли. Они говорят, дом ваш на небе. Они нас туда толкают. Враги нам, высшие друзья. Ну вот решили, так, я полюбил, очень хотел жениться. А ее невесту погубили. Как у пророка Иеремии. Они толкают. Невеста, церковь твоя, иди на небо. То есть научиться видеть во врагах не врагов. Это, которые нападают, это не враги. И они враги сами себе. Они скрывают. Они написали свой устав. И хотят этот устав нам навязать. Не надо. Мы православные, у нас свой устав. Мы вам свой не навязываем. У нас свобода в стране. У нас пост, у них поста нет. У нас молитвы у них нет. У нас святая вода у них нет. У нас благословение священников. У них ничего этого нет. В тех лагерях были. Разница есть, Максим? Ну-ка выйди сюда. Ты там был. Расскажи. Разница есть? Большая. Большая. Так это не все. Не все. Ты еще не был там-то и там-то. На костре не был. А костер будет завтра. Ты еще не ходил по ягодам. По деревьям не лазил. Я не знаю. Сань, ноги вместе. Вот так. Ты многое увидишь здесь. Тебе создается такая защищенность, которую ты во сне не видел. Вот он сказал одно слово. Идиот. Его же наказали. Увел к родителям. Там был разбор. Все. А там нет. Они сразу группируются группами, которые в лагере есть. Почему? А потому что их туда направляют. 90% платит профсоюз и администрация. А у нас 100% падает на родителей. Хотя у нас в 4 раза дешевле. У меня обычно 53%, а нынешний процентов 70% совершенно бесплатно. Там Надежда Васильевна что-то я понял, хотела вам еще пошить. Или материал какой-то стирала. Так что к ней надо будет потом зайти к вам. И многому здесь научиться. И отец твой будет очень довольный. Не дря он тебя к нам послал. Это я уже понял, дядя, на тебя. Я вижу, ты парень разумный. Не приставай, когда плохо что-то говорят. Смотри устав. У меня была девочка одна, когда других наказываем, она бегом к уставу открывает и считает. И ни разу не была наказана. Одного парня отправлялся в Украину. Но они в поезд остановился. А днем поезда были. Он в поезд залез и за отца выглядывает. Я говорю, тебе попадало? Нет. А ребятишек много было. Ну, 180 человек, 109 всегда было. И ни разу не наказал. Да как же так? Ну-ка вылазь оттуда. Давай хоть за что-нибудь накажу. Нет. А который, третий, кажется, год приезжал. Он невиновен. Он нигде не попадает. И ты сделай так, чтобы другие не попадали. Кащеля, видите, сейчас разошел, я гляжу, маленький бегает. Этого делать нельзя. Если она бегает, сразу останови качаться. Уйдите, не подходите. А их покачать отдельно посадить и покачать. Допустим, ты качаешься. Но другому-то тоже охота. Он подходит где-то сбоку и говорит, я хочу качаться. Он, как сказал, ты можешь после этого три раза качнуться и обязан отдать. А было десять раз. А? А было говорено, что десять раз. Десять раз? Да. Ну, я не знаю, тогда пусть десять будет. Я уже не знаю. Не знаю. Вот, если она подошла, сказала тебе, ты десять раз еще можешь качнуться и ей отдать качелю. Все. Они так, залезай оттуда качать кого-то. Сам качается. Там есть самоподъемник, тебя на колесики поднимать. Садится. Никто-то тебе должен поднимать. Так? Нет, Нестор? Я вас наказывал за это. Они его поднимают. Отпустили его, он хлопался. А самое больное место, это вот зад. Если ударился вот так, у него вся внутренность опускается. И когда воришек раньше ловили на базаре, то их эти крестьяне поднимали, ноги ему зажмет, и задница обземляет. Все. Он больше никогда не придет. У него теперь опущено все, и у него понос, понос и понос. Он не жилец. Поэтому бойтесь друг друга ударить. Бойтесь удариться. Мы сейчас идем, значит, о чем молиться. Так, что у тебя тут под глазом? Посмотри маленько. У глаза, ну-ка, поротри там или еще там попало. Да умыться надо. Ну, поротри даже у глаз. У меня болит глаз, поэтому нет. Так. Сегодня день рабочий. Мы возвращаемся, завтракаем. И на обеда работаем. Кто-то просился вчера попасти. Если высохнет все, то можно будет после обеда. Все у меня. Сейчас идем в храм Божий, молиться. Стойте спокойно, вот так вот не сарапайся. Не надо это. Я понимаю, тебе сделали прививку вредную, но она из себя выйдет. Будем ходить, купаться, из себя это выйдет. Это ошибка большая была сделана. Нансипалитная. Это тяжелая прививка. И он парень на этом. Мущается, он стоить не может. Ноги лежат вместе, вот так вот начинает поднимать. В храме этого не надо делать. Потому что это храм. За вами смотрят. Делают указания. Ваши люди приходят, ребятишки не знают. Знают. Вот это разрешается. Когда рот раскрыт, разрешается пальцем. Тебя разрешается укусить, а мне разрешается выдержать. Все, игра закончена. Ну все. К выходу уже? Да. Все, собирайтесь. Платьишки поднимите, чтобы не по земле. Оно у тебя короткое. Надо будет нашить. Вот это нормально. Пойдем маленько, выкаживай платьишки. Доброе. Вот так. Пойдем, пойдем здесь. Чтобы не запачкать. Пойдем. 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 Пойдем.